Мы немножко отойдем от библейских героев веры и перейдем к современному, ну, почти современному герою. Мы будем посмотреть жизнь Джона Уэсли. Джон и Чарльз, но мы сосредоточимся на Джоне. Он родился в 1703 году. И жил до 1791 года. То есть он умер 88 лет. Если правильно. Джон Уэсли родился в христианском доме. Он был пятнадцатым сыном of Samuel and Susanna Wesley. Не помню, сколько детей у них было, но многие из тех детей умерли. Он учился в Оксфорде и его рукоположили на священника. В первой половине своей жизни, ранние годы, в основном это были такие духовные поиски. В 1735 году он едет в Америку. И в его дневнике есть причина, почему он туда едет. Мы уехали из своей родной страны. Мы уехали из своей родной страны. Увольт в что? Я уехали из своей родной страны не из-за того, что меня кто-то к этому принуждал. Так как у нас было достаточно и даже больше. И не для того, чтобы собирать богатство и почесть. Но вот по какой причине мы уехали. Чтобы спасти наши души. И жить свято для славы Бога. Но, когда он был в Америке, его идеализм поддался проверке. И он возвратился в Англии в январе 1938 года. И он был полностью разочарован. Я думаю, что первый момент, что мы можем здесь увидеть, то, что недостаточно, а просто идеализма. Нам нужны более глубокие взаимоотношения. У нас может быть представление, как это все будет. У некоторых людей возникает в разуме такая очень яркая, разноцветная картина. Как это все будет, когда я буду говорить Евангелие в Африке. Я встречал молодых людей, которые говорят, «О, хотел бы я поехать в миссионерскую работу». И вы сможете попасть во все эти интересные места по всему миру. И увидите так много интересного. И это все христиане, молодые парни, девушки. Я сижу так и думаю, «О, бедный, бедный ты. Ты не понимаешь». Если это причина того, что ты хочешь туда поехать, то, пожалуйста, не надо туда ехать. Так как не будет все легко. Ну, хорошо, в это время, в которое мы живем сейчас, намного все комфортнее. По сравнению с XVIII веком. И даже начало XIX века. When I read some of the stories of people like Gladys Aylwood. I don't know if you ever heard of her. Gladys Aylwood. Gladys Aylwood. Это женщина, не знаю, слышали вы о ней. There was a film made of her life. Был снят фильм о ее жизни. She was a young woman. Она была молодой женщиной. And I think it must have been around 1920s. И, кажется, это было где-то в 20-х годах прошлого века. Она хотела поехать в Китай. История такова. Она основала отель в гостиницу в Китае. С той целью, чтобы проповедовать Евангелие всем торговцам, тем, кто занимался коммерцией, остановился в этом. Но война началась с Японией. И было много беженцев, которые пришли. И большинство из них были детьми. И история такова, как она переводила этих детей через горы. Если я помню, она переводила их в Бейджин. Где был приют, и который бы принял этих детей. И где-то 300 детей она переводила через эти горы. Если точно, я помню. И в те времена все еще это было трудно такое вообще совершить. И очень интересный фильм сняли про ее жизнь. Но она поехала from China to England? No, from England to China by train. И она из Англии приехала в Китай поездом. В те дни был этот Транссибирский экспресс. Не знаю, сколько времени у нее шло на это путешествие, но это было очень тяжело. Дни и дни, и недели на поезде. Как я сказал, в наши дни большинство миссионеров перелетают самолетами. Очень все удобно и приятно. Но я очень ценю этих людей, которые в те времена, с теми условиями, все-таки желали идти и рассказывать Евангелие. У них не было тех удобств, которыми мы обладаем сейчас. И я думаю, иногда мы об этом забываем. Поэтому давайте почтим этих людей. Так что они желали совершать такую жертву. Я бы хотел видеть больше молодежи. С таким же сердцем, которое было у тех молодых людей. Готовы и у тех, у которых есть желание ехать, куда Бог посылает. И они не переживали о том, будет ли у них дом или машина или что-то еще. Они просто ехали и доверяли Богу, что Он позаботится. Я думаю, что вначале Уэсли был похож на этих молодых людей, о которых я только что упоминал. Он поехал с хорошими идеями. Мы будем обращать язычников. И в своем дневнике Он пишет, я поехал в Америку обращать индейцев. Но кто обратит Меня? Кто избавит Меня от этого злого сердца? И Он возвратился в Англию. И, как я сказала, возможно, Он был очень разочарован в тот момент. И 1938 года, в мае, Вот что в его дневнике было записано. Вечером я пошел с большой неохотой Я пошел на собрание в Олдерсгейте, где кто-то читал предисловие Лютера, комментарии Лютера на книгу послания к кремлинам. И без пятнадцати девять Пока тот... Пока тот... Если вы прочитаете комментарии или предисловия Лютера к посланиям к кремлинам, то очень четко видна эта идея спасения по благодати. И кто-то на этом собрании читал это предисловие. И пока он читал, это написано в дневнике, пока он читал, то те изменения, которые Бог делает в сердце, то я почувствовал, как мое сердце очень странно согрелось. Я почувствовал, что я доверяю Христу. И только Христос один. Для спасения. И дал спасение и уверенность в том, что Он забрал мои грехи. Мой грех и спас меня от закона жизни и смерти. Закона и смерти. Именно тот вечер для Него стал поворотным. И вот эта личная вера в Христа, к которой Он пришел, теперь следовало ею было делиться с другими. Поэтому что я замечаю во всех этих историях, что приходит момент в жизни человека, когда Он осознает свою нужду и Он желает сделать шаг со своей стороны, чтобы эту нужду, эту необходимость решить. И нужда такова в том, чтобы грехи твои были прощены. И чтобы ходить и иметь взаимоотношения с Богом. И как только такое происходит, вы становитесь другим человеком. Мотивация другая. Ваша настойчивость изменяется. И ваше желание принимать участие также изменяется. И также ваша посвященность, она абсолютно другой становится. Больше это не такой вид посвящения, как «Ну, а что это для меня будет?» или «Что для меня в этом?» Но посвящение основано на том, как я могу служить Богу. Джон Уэсли принадлежал к англиканской церкви. Он изучал теологию. И потом он основал то, что известно, как арменианское методическое движение. «Опен-пречинг» А, уэслианское методическое движение началось тогда, когда Уэсли перенял у Джона Уитфилда проповедование на открытом воздухе. И через пару минут мы еще пару интересных фактов увидим. Отличие между Уэсли и Джорджем Уитфилдом. Джордж Уитфилд был методистом кальвинистического уклона. Другими словами, он проповедовал предопределение. Но Уэсли верил, что каждый человек должен быть спасенным посредством личной веры в Бога. И методическое движение того времени было очень успешным. Можно сказать, как со стороны Джорджа Уитфилда, так и Джона Уэсли. Оба направления были успешными. Джон Уэсли ездил по Англии, и он поощрял к тому, чтобы люди испытали Христа в личной жизни. И Уэсли был просто идеальным организатором. И он создавал сообщества по всей Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. И, получается, Уэсли сформировал сообщества по всей Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Для чего были созданы эти группы? Это для того, чтобы развить настоящую личную подотчетность. И также религиозное научение членов этих групп. One of his greatest contributions to this was to appoint itinerant unordained preachers. Itinerant ordained preachers? Ordained preachers, yeah. И что он, его, можно сказать, введение было такое, что, чтобы назначать... Рукополагать священников, а также служителей, проповедников, которые бы ездили по всей стране. Эти люди переезжали по всей стране и помогали членам этих сообществ или кружков расти. И, конечно, из-за того, что Уэсли так все делал, у него возникают проблемы с Англиканской церковью. Из-за чего у него происходит разрыв с церковью Англиканской. И он верил, что Бог ему дал особенное поручение. Во-первых, это евангелизация Великобритании. А, я see. И, с другой стороны, весь мир Уэсли рассматривал как свою общину, как свой приход. И Уэсли был неутомимым по мере того, как он это задание выполнял. И на протяжении 50 лет в среднем каждый год он проезжал 8 тысяч километров на коне. 4 horses. Так подумать, размыслить об этом. 8 тысяч километров на коне каждый год. Каждое утро в 4 утра он поднимался. Он постоянно был занят делом, работал и жил очень просто. Он проповедовал свыше 40 тысяч проповедей. 40 тысяч раз. И количество гимнов, которые написал он со своим братом Чарльзом, тысячами исчисляются. Есть очень интересная история о Джоне Уэсли. Пока он путешествовал на коне по Англии, то очень часто в него что-то кидали. Он сидел на коне, куда-то приезжал в деревню и проповедовал Евангелие. И люди что-то в него кидали. Иногда картошки, морковки, помидоры, но иногда также и камни. И так сказано, что он настолько привык к этому, так что один раз, когда он ехал на своей лошади, вдруг он вспомнил, о, меня никто ничем еще не кидал уже на протяжении двух недель. Он слез со своей лошади на колени и он молился Богу. Бог, что я не так сделал? Чего меня никто ничем не кидал? В следующую же секунду его камень туда запустил. фермер с другой стороны забора услышал его молитву и кинул него, запустил него камень. Писание говорит нам, что в этом мире будут вас гнать, а нам все с рук сходит, слишком все легко. И немногие из нас гонимы в наши дни. И уж точно не запробовать Евангелие. Один раз за всю мою жизнь только меня запустили камень. кажется мне было 22 года я был в Италии с группой молодежи. Мы ехали от деревни к деревне проповедовали и продавали христианскую литературу. Сурвайву форбот. Ну вот, получается, в Италии мы поехали, чтобы проповедовать, а чтобы прожить, нужно продавать христианскую литературу. Проповедовать, евангизировать. Для этого поехали. Но чтобы прожить, нужно продать литературу. И мы как бы шли в горы и там в палатках жили. Где-то у нас было 15 человек. И в один день мы попали в деревню. Я начал общаться с людьми. литературу и дать свободную литературу. И так пытались продать литературу или же раздать какую-то бесплатную. Но, очевидно, священник той деревни, католический священник, услышал, что мы там в той области проезжаем. И он сказал своей общине, если они сюда приедут, прогоните их. Где-то спустя 10 минут в полуденье пошли слухи, что они здесь. И вдруг я вижу там вдалеке 15-20 женщин в черной одежде, которые идут по дороге. Но для монг нет. Но почему черные одежды? В Италии в это довольно common в Италии это приемлемо. Такая стиль одежды черная. Думаю, это монахи были? Нет, просто они так одевались. И вдруг они начали подбирать камни с дороги и кидать нас. Все, что они могли найти. И поэтому нам надо было уехать. Это единственный раз, когда со мной такое было. Может, мне тоже встать на колени и помолиться? готовы ли мы к таким ситуациям? К обстоятельствам? Такой урок можно взять. помолиться. И как Уэсли инструктировал своих помощников? Он говорил им, вам больше нечего делать, это только спасать души. и поэтому трать себя на это. И когда Уэсли говорил о спасении душ, то он делал акцент на евангелизме, на личном обращении, но также о том, чтобы полностью человека понять полностью его жизнь, его окружение и общество. И чего он искал? Он искал не только тех людей, которые будут поднимать руки на служение и скажут, да, хочу я принять Христа. Но он ожидал, искал измененной жизни и также измененное общество. Так, чтобы эффект тогда будет на всех и на всем, во всем. это что-то похоже на пробуждение в Уэльсе. Я пытаюсь вспомнить, кто же там главное занимал положение в этом Уэльсское пробуждение, но не помню. Но этот человек был черный , кто был? Этот человек был в Велсхе центре . Я понимаю, что это Велсхе пробуждение, тот главный пробуждение, можно сказать, был ковалем. И в один день Бог ему говорит. Так что там был огонь, где он нагревал свой кузнец. кузнец. И он так встал там на колене возле огня. Возле печи он встает на колени и начинает молиться. И Бог говорит ему молиться об этом народе. И он молился и молился и молился. И наконец что-то начало происходить. Также он был проповедником. И в один день, когда он проповедовал в своей церкви, Дух Божий так сильно сошел. Так что люди все упали в проходе среди скамеек. Начали плакать, исповедовать грехи. И также люди, которые за пределами здания были, когда проходили мимо, падали на колени и начали исповедовать грехи. И так пробуждение росло. И это проходило в местечке, в городке, где были шахты. и тысячи шахтеров стали христианами, уверовали. Тюрьмы стали пустить, поскольку никаких не было преступлений. публичные бары должны закрываться, поскольку не было покупателей. Все общество начало преображаться. И осли также не работали в шахтах. Почему осли не работали в шахтах? в шахтах? Потому что на слов раньше мы макюкали и они слушались мата, а потом шахтеры начали говорить культурными словами, особо не понимали. Английский или русский? Получается, ослы понимали только нецензурную лексику. А цензурного они не поняли и поэтому перестали работать. Неужели в отпуск? А? Они макюкались на ослов, чтобы их заставить работать. Но когда стали христианами, больше они перестали использовать плохие слова и, конечно, своих не понимали, что они хотят. Они должны были нанять каких-то переводчиков. Это то, чего мы должны ожидать. Я ожидаю этого. я ожидаю видеть не только люди, которые поднимают руки во время поклонения, но я хочу видеть измененное общество. И если даже было когда-либо такое время для измененного общества, то оно наступило сейчас. И это же искал Уэсли. Он не довольствовался просто таким согласием. Да, я дам свою жизнь Христу. Он хотел видеть их преобразованную жизнь. До своего обращения Уэсли был лидером одной группы в Оксфорде, когда он учился в университете. И ту группу назвали Святой Клуб. Клуб Святых Общества для духовного самосовершенствования. И его члены были очень жесткой дисциплины. Это еще одно слово или термин, который мы не понимаем сейчас. Дисциплина. Дисциплинировать самих себя. также помогать другим дисциплинировать самих себя. В английском языке слово disciple это ученики. Слово discipline дисциплина. Это однокоренные. И вы должны быть дисциплинированными учениками. И это очень важно. В дополнение к всему этому, ожидали от них, что они будут исполнять некоторые духовные упражнения. упражнения. И духовное упражнение это не накачивать мышцы двумя библиями. Что они вообще имели ввиду? Духовное упражнение. Что это включало в себя посещение тех, кто был в тюрьме, помощь бедным, и организация и управление школой для детей. Таким образом они переживали, заботились не только о внутреннем духовном человеке, но также они заботились о материальных нуждах людей, которые были вне. После обращения Уэсли все так же заботился о каких-то практических проблемах. И кроме того, его забота о людях еще больше становилась. И также его понимание их проблем тоже очень стало острым и таким ярким. Он не только проповедовал, но мы можем увидеть, что он основывал школы, управлял медицинскими клиниками, больницами. также выступал против рабства и также против войны. Он продолжал посещать заключенных, и он пытался каким-то образом пробудить национальное самосознание. секулярные историки комментируют то пробуждение, которое произошло. Оно прошлось по Англии и Уэльсу. Оно было настолько сильным во времена Уэсли, что такая революция, подобная французской, не случилась революции, подобная французской. Я думаю, что мы не можем недооценивать влияние, которое было оказано на всю Англию в то время именно. И как снова он современник тех людей, как у Уилберфорса, Уильяма Керри, и также его брат, Чарльз. И было еще много других. Это, можно сказать, очень удивительное время было в истории Англии, когда Англия стала почти полностью христианской страной, именно в истинном смысле этого слова. Не просто имя, но реальность такова. так, что люди жили для Христа и хотели служить для Него. Еще что Уэсли сделал? Он избирал других в качестве учеников и любят таких Тимофеев. Мы помним ту взаимосвязь, которая была между Павлом и Тимофеем. То, что я называю функцией наставника. Павел с одной стороны и Тимофеев со второй, и Павел находился под его покровом. Тот помогал ему расти. Тот его учил и давал ему обязанности. И Уэсли использовал такой же принцип в своем варианте он называл их увещевателей, те, которые должны были наставлять. И таким образом он подталкивал людей к действию, чтобы они были вовлечены. Таким образом больше людей он привлекал в общины. Кроме этого распространения Евангелия и спасения, методисты также стали лидерствующими во многих социально правовых вопросах того времени. Как я раньше сказал, прошла реформа тюремная и также было отменено рабство, работорговля. И сейчас мы сделаем пережив.